Как отучить засорять территорию? Ответить на этот вопрос уже не первый год пытаются инспекторы отдела номер 9 Госатомтехнадзора, которые для этого выходят в специальные рейды. Для того, чтобы объяснить очередному непонимающему самые, казалось бы, простые истины, не сари, сотрудники надзорного ведомства вынуждены возле очередной несанкционированной свалки устраивать засаду. Собственно, рейд по отлову нарушителей так и называется – засада. К сожалению, каждый раз находятся очередные граждане, которые нуждаются в воспитании и словом, и рублем. Приходится их останавливать и выписывать штрафы. Увы, безденежного обеспечения в виде этого самого штрафа беседа обычно оказывается недостаточно эффективной. За сброс мусора в неустановленных местах физическое лицо будет подвергнуто административному штрафу в размере 4 тысяч. В случае повторного правонарушения штраф достигает 5 тысяч рублей. Многолетняя практика борьбы с мусорными привычками убедила инспекторов Госадмтехнадзора, что корень зла лежит в отсутствии договора на вывоз мусора у председателей садоводческих хозяйств. Чтобы устранить эту причину, инспекторы и проводят уже не первый год другой рейд, называемый тем же словом, что и исходные наши главные действующие лица – дачники. Приходится проверять у наличия у председателей садоводческих товарищей, которых в нашем районе около 400, договоров на вывоз мусора. И, соответственно, на наличие контейнерных площадок. Два адреса для рейда в нашем случае привели к результату позитивному. Договоры были в наличии. Если бы их не было, а такое, увы, пока еще встречается, несмотря на все усилия районного Госадмтехнадзора, это привело бы к очень большому штрафу как с организацией, так и с должностного лица. За отсутствие договора на вывоз мусора, в данном случае с территории СНТ мы говорим, на юридических лиц 300 тысяч рублей. На должностное лицо, в данном случае на председателя СНТ, накладывается штраф в размере 50 тысяч рублей. К настоящему времени в рамках надзорного мероприятия «Дачники» возбуждено 9 административных дел. По операции «Засада» 18 административных дел. Сумма штрафных санкций, примененных нарушителем, превысила отметку в 250 тысяч рублей. Андрей Цеханович, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...